Просвещение, передача, распространение знаний и культуры, а также система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в каком-либо государстве. В императорской России существовало Министерство народного просвещения. В советское время его преемником стал Народный комиссариат просвещения. Позднее, Республиканские наркоматы и Министерство просвещения в республиках СССР Эммануэл Кант ответ на вопрос, что такое просвещение. Нюм, Бинтвартунг, Дерфраж, Вазистов, Клырунг, различают следующие направления просвещения, как вида работы специалиста по распространению специальных знаний, культурное просвещение, санитарное просвещение, психологическое просвещение, педагогическое просвещение, половое просвещение, половое просвещение, ограниченное воздержанием, политическое просвещение. Наряду с термином «просвещение» употребляется термин «просветительство». Как однозначно ему иногда эти понятия разграничивают, причем одни ученые считают более широким понятие «просветительство», другие «просвещение». Встречается в литературе и понимание «просветительство» как сниженного неполного варианта «просвещение», а также как идейного течения вторичного порядка. Оказали значительное влияние на развитие общественной мысли, вместе с тем в 19 XXVV. Идеология просвещения нередко подвергалась критике за идеализацию человеческой природы. Оптимистическое толкование прогресса как неуклонного развития общества на основе совершенствования разума, в широком смысле «просветителями» называли выдающихся распространителей научных знаний.